Привет, мы с вами находимся на Фресне, и здесь от Монтулинской улицы до Шмитовского проезда проходит Студенецкий переулок с односторонним движением автомобильного транспорта по одной полосе в сторону Монтулинской улицы. Длина его составляет 250 метров. До 1928 года назывался Студенецкий проезд, который шел раньше вдоль трехгорного вала камер Калежского вала. Ну, то есть участок этого камера Калежского вала, такая была стена, окружавшая Москву, 17-18, начале 19 веков, и здесь, соответственно, был участок, который примыкал к местности Три горы, и вот как раз этот участок шел как под стеной камеры Калежского вала, был такой проезд Студенецкий. Ну, а в 1928 году получил название Переулка по соседнему ручью Студенец, который мы не видим, он заключен в коллектор, в трубу, и это и есть приток Москвы, впадает в Москварику, ручей Студенец, и также рядом находится усадьба Студенец, ну, очень названная по ручью, ну, Студенец, наверное, растуденная вода, там холодная, да, и вот, и на территории этой усадьбы Студенец сейчас находится парк Красная Пресня, который как раз вот, так сказать, находится, в этот период как раз проходит по границе этого парка. Вот это вот, Красная Пресня. Ну, нежилых объектов здесь нету, здесь есть только лишь всего три жилых дома числятся по этому переулку, вот, причем один дом современный, от 9 до 17 этажей, по номер 3, построенный в 1997 году, ну, а два дома, а один дом пятиэтажный, по номер 4, построенный в 1927 году, усилия конструктивизма, как кооперативный дом для рабочих приборной мануфактуры, вот, который неподалеку находится от этого переулка, такой довольно интересный дом, и один шестиэтажный дом, по номер 6, вообще построенный начале 20 века, ну, здесь тоже интерес, скорее всего, он изначально не был в шестиэтажном, наверное, ему потом настроили, может быть, там, трехэтажный, четырехэтажный, а потом его настроили уже в советское время. Ну, все равно довольно интересный дом. Так что здесь, я думаю, имеет смысл побывать, ну, может, не специально приехать, ну, если будете путешествовать по Монтулевской улице или Шмиттовскому проезду, то сюда тоже стоит заглянуть. Добраться лучше от метро улицы 1945 года, ближайшая станция метро, дальше уже на автобусном автотранспорте, на автобусах досновки центра международной торговли, она находится на Шмиттовском проезде, по-моему, и дальше пройти пешочком. Общество транспорта по переулку не проезжает. Приятных прогулок, и до новых встреч на улице.